Есть свободное время? Не знаешь, чем заняться? Мы предложим варианты. Выбирать тебе. Молодёжная памятка. Всё о досуге для тех, кому ещё нет 30. Молодёжная памятка. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами, как всегда, на волнах Радио 4 передача «Молодёжная памятка» и её постоянный ведущий Сергей Овченков. И Кирилл Крабов. И сегодня мы нигде не стоим. Вот мы обычно где-то находимся, а в этот раз так уж получилось, что ни улицы вокруг нас нету, ни в двери никакие нам заходить не придётся сегодня. Ну это само собой естественно, потому что если раньше мы выясняли какие-то студии или занятия или кружки, то мы должны были всё время туда идти и посмотреть, что это к чему. Ну да, сегодня студия занятий «Кружок» пришёл к нам, образно говоря. У нас в редакции Радио 4 находится замечательная гостья. Сергей, представь уж. Здравствуй, Олеся. Здравствуйте. И мы сегодня поговорим о таком явлении в Таллине, которое называется плуг. Плуг, многие наверняка уже слышали, это журнал, но в последнее время я находил в средствах массы информации, что оно приобретает больше такое интерактивное движение. Расскажи нам, пожалуйста, для начала, то есть с чего появилась эта идея? Что такое плуг и с чем его едят? И как им пашут? Плуг на данный момент это единственное русскоязычное издание о культуре. И я проводила анализ рынка, поэтому у меня есть эти данные. Мы не сравниваем себя с изданиями Таллина и Выжгора, которые являются литературными. А о культуре у нас действительно больше ничего нет. Только в газете «День за днём» работают замечательные журналисты, которые пишут о культуре, но там только рубрики о культуре, а журналов отдельных у нас нет. И плуг, он начал появляться около года тому назад. Я надеюсь, что в этом году мы выпустим 10-й юбилейный номер. Вот, это будет в декабре. И создали его мои хорошие друзья, мальчики. Всё начиналось с того, что графический дизайнер Дмитрий Маконин и журналист, на тот момент не окончивший Таинский университет, а на данный момент дипломированный журналист, Дан Ротарь, собрались вместе и подумали, что бы делать с образовавшимся свободным временем, потому что был кризис и работы для гуманитариев было куда меньше, как мы все помним или до сих пор ощущаем. И они подумали, что хорошо бы сделать журнал. С этого всё и началось. Так что мы должны, наверное, сказать спасибо Дмитрию Маконину за то, что он вдохновил. Но потом у нас сменился дизайнер-верстальщик, теперь это Илья Богатырёв. А команда журналистов и иллюстраторов, она множится, растёт, и нам очень приятно, что, во-первых, иллюстраторы очень часто пишут и предлагают свои услуги. Вчера у меня, например, состоялся разговор с Леной Скульской, которая сказала, что её очень симпатично, всё, что мы делаем, она в любой момент будет нам помогать и так далее. Надо отметить, что журнал делается только энтузиастами, поэтому денег мы не предлагаем, а люди сами предлагают свою помощь, и это очень приятно. Вот, вкратце. Как раз насчёт этого и хотелось бы поговорить, потому что первые несколько номеров, которые я видел и которые попадались даже в молодёжных центрах, я видел, как ребята их читают, они были абсолютно бесплатными. Я когда пересматривал, например, редакторский состав, люди, которые создавали статьи, писали, то есть у меня первая мысль возникала, хорошо, ребята, вы работаете бесплатно, но ведь кто-то же это всё-таки печатает в конце концов, или это тоже делалось на полном энтузиазме? Нет, печать, естественно, типография берёт деньги. И первый плуг, который мы напечатали, это был январский, третий номер, январь 2010, и мы сделали вечеринку. Вначале мы заплатили свои деньги, а потом сделали вечеринку, открытие и отбили при помощи этого печать. Второй журнал мы делали так же, потом один номер мы не печатали, потому что, во-первых, он был на 50 страниц, что очень долго печатать, и, ну, как бы, не было денег. И потом, благодаря, я думаю, посредничеству Юку Калерайт из Кевскуса, потому что он поговорил в Министерстве культуры и так далее, нам Культур Капитал выделил деньги на печать трёх номеров, которые мы сейчас выпускаем. То есть, вот так, с миру по нитке, плюс мы объявили летом о подписке, но, к сожалению, что было, в принципе, ожидаемо, люди достаточно пассивные у нас, русскоязычные. То есть, нас поддержали люди, но очень мало людей, часть из них наши друзья, которые просто, вот именно, что это поддержка, а часть из них, да, люди, которых мы вообще не знаем, никогда не видели, им просто понравилась идея. И то немногое, что, ну, как бы, мы собрали, скажем так, безусловно, мы предоставляем все, там, льготы на наших вечеринках и право первого чтения журнала своим немногочисленным подписчикам. Но за счёт этих средств мы хотя бы также будем содержать сервер в дальнейшем, ну, мелкие расходы, они постоянно идут, вот, и не хотелось бы, помимо того, что огромная команда делает это всё, ещё и доплачивает из своего кармана. Так что по поводу денег и тут, и там бывает, что нам что-то перепадает, небольшая сумма, но ещё надо сказать, что я человек, который профессионально пишет проекты, я работаю в Тармском университете и зарабатываю для университета этим деньги. Вот, поэтому, конечно, можно писать какие-то проекты, но у нас достаточно мало фондов, из которых можно получить на текущую работу журнала, к сожалению. Ну, вот скульптур капитала это получилось один раз, посмотрим, что будет в дальнейшем. — Скажи, пожалуйста, Оляси, вот перелистывай даже плод, я заметил одну вещь такую, что, в принципе, как ты сказала, да, действительно, журнал о культуре, ну, почему-то мне хочется немножко добавить одно слово, журнал об альтернативной культуре, потому что как раз то, что происходит на местных тусовках, на местных концертах, то есть я читаю, я узнаю знакомых ребят, которые высказываются, говорят то да сё, то есть почему больше на этот акцент был сделан, или это была изначальная цель вообще? — Ну, во-первых, наш возраст, да, радиуслушатели не видят, что нам где-то до 30 лет, хотя некоторые из наших авторов, они намного старше и мудрее, пример для нас пишет лектор Тартовского университета, семиотика Елена Григорьева-Мельникова, та же Скульская предложила свои услуги и так далее, то есть, в принципе, не только молодые работают над журналом, но и более действительно умудренные опытом люди. Мы говорим, что это журнал о культуре, потому что мне очень нравится выражение одного нашего друга Арсения, потому что культура — это не только то, что показывает на канале культура, это всё то, что происходит вокруг тебя. И на самом деле то, что культура воспринимается в таком узком контексте, это скорее плохо, чем хорошо. Культура, безусловно, это и канал Меце, это и классические концерты, но в то же время это и городская культура, то, что происходит на улицах, и архитектура, и кино, и много-много разных понятий. Культура питания, и культура употребления алкогольных напитков и так далее. То есть, мы берём вот всё это. И у нас темы варьируются от таких тем, как, например, почему у многих иностранцев любимая книга — это роман «Мастер и Маргарита», и на эту тему нам давала комментарий профессор Белобровцева. И заканчивая тем, куда пойти в 4 часа утра, чтобы продолжить вечеринку. То есть, темы очень разные, такие же разные, как и наши авторы, в принципе. Как раз по поводу темы хотелось бы спросить далее, собственно. А о чём же вы пишете вот на протяжении этих 10 выпусков? То есть, всё-таки достаточно широкий круг тем был сейчас обозначен. Может быть, можно каким-то образом это, ну, сформировать в какую-то концепцию? У нас есть определённые рубрики. Например, рубрика «Кино», куда пишет Александр Рачинский. Он выпускник балтифильма «Медиаколь». Он режиссёра учится. Сейчас должен заканчивать. Точнее, он ещё пока не выпускник. И он пишет о кино, начиная с того, была у нас тема «Почему нам так дорог Рейка Унпу?» и заканчивая интервью запрещённым в Америке российским режиссёром, снимающим трэш-фильм ужасов. Вот, например, в номере, который выйдет уже через неделю, мы надеемся, будет статья о студенческих работах великих людей. Тарковского, Линча, насколько я помню, что я видела. Рубрика «Кино». Потом, естественно, музыка, потому что среди наших авторов, наверное, 50% они, помимо всего прочего, что они в жизни делают, они музыканты. Ну, я в том числе, Дан, главный редактор, Руслан, мой брат, который тоже иногда пишет. Потом Вадим Леонидович, Александр Семёнов. То есть, я, мне кажется... Юра Барабанщик из одной группы, которая любит там рецепты поставить, каких-нибудь коктейлей. Именно, то есть, на самом деле, там все занимаются чем-то, и музыкой вообще-то тоже. Вот, поэтому музыка, мы пишем, Дан, точнее, пишет много рецензий на местные группы. Их не появляется нигде, а это довольно-таки интересно. И даже если не выпускают целиком альбом, то, например, то, что на MySpace появилось. И затем у нас очень много просто вещей в форме эссе. Мы заказываем определенные вещи, например, у Елены Григорьевой. Например, если у нас прошлый номер был посвящен теме «Вечно вторые», то мы заказали эссе о семиотическом значении числа 2, о двойке. Или, например, этот номер у нас будет «Отарту», и только «Отарту», и она написала эссе «Отарту». И такие вещи есть. И в последнее время мы также печатаем, например, прозу. Было очень приятно, что через Фейсбук обратился к нам Андрей Иванов, сейчас самый известный русскоязычный автор «Эстоник», который вошел в Россию в короткий список русского букера куда-нибудь. По-моему, Пелевин не попал, хотя был в длинном списке. Но они выбрали, возможно, не таких известных, но тех, кому еще творить и творить, скажем так. Вот. И Андрей Иванов предложил свои рассказы, мы печатали, и будем еще печатать и так далее. Потом рецензии на книги, интервью, абсолютно разные репортажи. Наверное, из эксклюзивных репортажей. Это репортаж из нью-йоркской конторы Google, которая больше всего занимается разработками ИТ, которой мы все пользуемся. Потом репортаж с автопатией с приемом президента. Это было довольно-таки смертно, просто я в этом участвовала. Где Ансип был в метре. Ну, это автопатия, где собираются уже люди, которые после приема устали и просто пошли. Где президент сидел напротив меня, так же, наверное, как Сергей. Вот. И у нас достаточно много таких эксклюзивных вещей на самом-то деле. Так вкратце. Скажи, пожалуйста, сам формат материала, который предоставляется, он пишется людьми, которые более-менее знакомы уже с понятием литературы, скорее всего, или с понятием искусства. Есть ли, например, варианты? Вот молодой человек, скажем так, ну, лет 15, он открывает журнал, ему это интересно. Он увидел, что своих собратьев по разуму, так сказать, и у него появились свои идеи. Вот Кирилл уже почему-то смеяться начинает. Собратья по разуму меня порадовало очень. Скажи, пожалуйста, например, у молодых ребят, у них есть возможность попробовать выразить себя или заявить о себе через плуг? Или все-таки это ограниченный контингент, который может себе это позволить? Журналисты нам нужны, скажем так, хорошие и так далее. Я уже шутила, наверное, во всех интервью, что наша мечта, чтобы с нами сотрудничал Борис Туф, потому что для меня он является как бы таким показателем, как надо писать и так далее о культуре. Ну вот Елена Скульская, да, уровень таких журналистов, на сожалению, таких мало в Эстонии, и всегда очень у них приятно читать. Мы, конечно, стремимся туда. Но у нас были те, кто хотели как бы писать. Но дело в том, что если человек талантливый, не пишет это, не подает свои идеи в форме школьного сочинения, то не важно, сколько ему лет. То есть это, безусловно, это все зависит от качества материала. С иллюстраторами проще, потому что там возраст, может, не такую роль играет. И тем более, что Дан, как главный редактор, он часто дает довольно-таки конкретные задания, исходя из содержания статьи. Поэтому с иллюстраторами вообще возраст не важен, в принципе. Главное, чтобы человек облажание. Если человек, я не знаю, талантливо рисует комиксы и пишет к ним тоже какие-то тексты, почему нет? То есть, ну, все зависит от уровня, да, скажем так. Мы сами стремимся к более высокому уровню, поэтому мы не можем позволять, чтобы материалы были слабые. Сам по себе журнал Плуг, бумажное издание, то есть с определенным количеством страниц. Но потихоньку, время от времени, я начинаю находить в интернете, в социальных сетях или в каких-то блогах такое понятие, как плагин, который потихоньку, как я понимаю, ну, если я правильно понял, то есть оно в себе объединяет какие-то музыкальные течения, какие-то музыкальные компании на основе, как бы, под эгидой как раз Плуга, если я правильно понял, опять же. Дело в том, что изначально мы вообще-то выходили онлайн, и всегда, когда нет денег напечатать журнал, журнал выходит, ну, онлайн, то есть www.plug.ie, и вы там найдете все те номера, которые выходили, и через пару недель после того, как мы распространим журнал среди подписчиков, будет выложен и вот этот тартуский номер. В интернете мы стали более активны после того, как «Интеграционные сихтасы» поддержали проект «Plug in Keskus», где идея очень простая. Мы переводим с эстонского на русский статьи культурной газеты «Кескус» эстонской, с самым большим тиражом издания в Эстонии и так далее, и многие эстонцы ее очень любят, и многие русские тоже читают, но там стиль такой, что надо хорошо владеть языком, чтобы насладиться, скажем так, этим. А «Кескус» переводит наши статьи на эстонский. Ну, такой проект, и он абсолютно в Фейсбуке только есть, и открытый и так далее. И каждую неделю мы печатаем как минимум три материала. Я надеюсь, что людям нравится читать не короткие заметки, а действительно такие солидные материалы. А про «Plug in» просто. Это, да, мы делаем совместно с ArtCafe. Первая вечеринка «Plug in» состоялась именно в январе, когда мы хотели напечатать наконец-то номер и окупить эту печать. Я знаю, что следующая вечеринка будет в конце ноября. Больше, честно говоря, это я даже что-то она всем занимается. И вот то есть совместно с ArtCafe мы это и делаем, да. И там дело в том, что мы все сами музыканты, но нам несложно найти людей, которые будут там играть. Недавно буквально в средствах массовой информации пробежала строчка из твоего высказывания о том, что в этом проекте интеграционном «Plug in Cascuse» или «Cascuse» активность эстоноязычных читателей была гораздо выше, чем русскоязычных. Ну, я судила по тому, как Фейсбуку, наверняка вашим слушатели знают, как в Фейсбуке там все функционирует. То есть количество фанатов эстоноязычных, один момент даже было больше. И отзывов от них было тоже сразу же «Ой, так здорово, почему вы раньше это не делали?» Ну, то есть они не знают, кто это делает. Они, ну, как бы, неважно, кто Юку Калли или Дан и я, то есть неважно. Но они такие вот «Да-да, замечательно, я посоветую своим друзьям» и так далее. А русскоязычные, они либо ругают, либо молчат. Но мы уже к этому привыкли. Единственное, что это, конечно, снижает мотивацию, когда этот проект основан полностью на энтузиазме, и фидбэк часто вот такой вот. Но уже мы к этому привыкли, тем более, например, мой брат Руслан ПХ, он уже занимается, можно сказать, раскручиванием местной андеграунд-сцены в течение уже, не знаю, 10 или 15 лет. И он с этим достаточно часто сталкивается, поэтому как бы уже выработан какой-то иммунитет по отношению к таким реакциям. Нам интересно, мы это делаем, скажем так. Ну, а вот с точки зрения периодичности, я бы хотел задать вопрос, связанный с тем, что вы вышли пока только 10 раз и уже отмечаете год. Получается, что журнал выходит где-то раз в месяц или чуть реже, да? Ну, да, то есть мы еще 10 номеров выпустим в декабре, сейчас будет 8-й. В идеале он бы выходил каждый месяц, но так как это не основная работа ни у кого, то все стопорится иногда, когда нет просто времени довести до конца. То есть, ну, периодичность раз в полтора месяца, скажем. И некоторые журналы выходили очень четко раз в месяц, некоторые затягиваются, вот. А как вы тогда, например, определяетесь, когда выйдет журнал, например? Вы все созваниваетесь там и назначаете дату выхода? Нет, ну, просто изначально определяется главным редактором, ну, то, что будет в журнале, всем раздаются задания, ну, или плюс журналисты сами предлагают, о чем они хотят написать, и устанавливается дата определенная. Естественно, к определенной дате все не всегда присылают все. Начинается сбор информации. Видите, у нас ведь еще намного сложнее, у нас нет вообще фотографий, у нас есть только иллюстрации. Ну, может, одна фотография главного редактора, письме от редактора бывает. Вот, а так у нас иллюстрации, поэтому, помимо того, что задание журналистам уходит, заходит задание иллюстраторам. С иллюстраторами проще, они быстрее рисуют и так далее. И потом это все собирается, редактируется, отсылается на правку и так далее. То есть тоже статьи-то разные по уровню и так далее. У нас есть авторы, которые являются профессиональными журналистами, и те, кто просто очень хотел писать, и кого надо больше редактировать. И потом уже, когда все это собрано, отдается на верстку, дизайнер делает верстку, потом еще раз это просматриваем. Ну, вот так вот. А редакция-то у вас где? У меня дома. Точнее, у нас дома. То есть вот вы, главное, сидите за компьютером и чего-то там уже делаете, верстаете? Ну, мы не верстаем. То есть верстальщик у нас живет в основе, а если вы... Мы живем в центре города. И просто, ну, интернет. То есть не обязательно... Физически мы видимся с авторами и иллюстраторами довольно-таки часто, потому что это наши друзья, мы с ними тусуемся. Наполовину учиться в университете Таллинском, где я работаю. Поэтому, как бы, ну, проблем с поддерживать связь вообще нету в наше время. Если что, звоним и так далее. То есть это не проблема. Скажи, пожалуйста, Леся, ты вот как раз недавно упомянула по поводу фидбэка, обратной связи, которая у них всегда бывает позитивная. Не знаю, но ведь люди же бывают, то есть они получат один, два, три, четыре негативных отзыва, у них начинают опускаться руки. Ребята, вы откуда черпаете такая силы, если уже десятый номер? Да, ну, во-первых, я думаю о том, что мы профессионалы в этой области. Я бывший журналист деловых видомостей, например. Да, но он сейчас работает день за днём, онлайн-версии и так далее. То есть мы тоже знаем себе цену, у нас есть определённое мнение. И меня интересует скорее мнение людей, которые лучше, чем я. Точнее, не скорее, а меня оно очень сильно интересует. А если эти люди не очень разбираются в том, что они говорят, ну, вот они не очень разбираются в том, что они говорят. И ещё я считаю, что, во-первых, право иметь своё мнение есть у каждого человека. И мнений и может быть много, и могут быть плохие мнения и плохие отзывы, но человеку это не нравится. Это нормально. То есть просто человек должен это аргументировать. Почему нет? Да, ну, мне не нравится и всё. Я понимаю, но просто чаще всего, когда говорят, что, ой, это всё так скучно и неинтересно, я спрашиваю, а что ты читаешь? Вот, ну вот, а что для тебя интересно? Вот тогда я пойму, насколько аргументировано это мнение. Вот. Я согласна, что там, конечно, есть минусы, но, пожалуйста, скажите, где конкретно, точно? И тогда мы с удовольствием исправим. Там, конечно, работы ещё очень много. Вот. Я думаю, из этого идёт, как бы, наша всё-таки вера в то, что это стоит делать, потому что, ну, как бы, мы связаны с этой областью не первый год. И напоследок хотелось бы спросить уже по поводу того, каким образом вас можно было бы найти, например, для тех, кто хочет что-нибудь написать, ну, или для тех, кто, может быть, хочет подписаться на ваш журнал. Контакты, контактные данные, всё, что вы хотели бы сказать вашим читателям. Да, ну, кто на Фейсбуке может забить просто плуг и выйдет наш основной проект плуг. И также, если вы просто хотите читать фитонскую периодику на русском, plug in keskus выйдет. Вот. А веб-сайт www.plug.ee и email с пожеланиями, комментариями, критикой и так далее. plug at plug.ee Вот так всё просто. Ну что ж, на этом мы, наверное, заканчиваем нашу сегодняшнюю уже передачу. Спасибо большое за то, что пришла к нам в гости. С вами был любитель бумажных изданий Сергей Овченков. Ну, я бы хотел сказать любитель пахать поля, буквально Кирилл Крабу. И я, Олефи Быкова. Есть свободное время? Не знаешь, чем заняться? Мы предложим варианты. Выбирать тебе. Молодёжная памятка. Всё о досуге для тех, кому ещё нет тридцати. Молодёжная памятка. Молодёжная памятка. Субтитры подогнал «Симон»